На вес золота в наше время каждый колосок. Посмотрите, какая складывается ситуация в мире. В прошлом году 828 миллионов человек, примерно десятая часть населения планеты, голодали. Число людей, не имеющих финансовые возможности обеспечить себе полноценное питание, превысило 3 миллиарда. Не последнюю роль в этом смысле сыграл рост потребительских цен на продукты питания. Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. По разным причинам, не только по климатическим и географическим. Есть страны, которые в свое время отказались от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами. Зато Беларусь опередила в прошлом году все страны СНГ в глобальном рейтинге продовольственной безопасности. И в состоянии себя накормить. И не только себя. А ведь когда развалился Союз, некоторые об этом помнят, была жестокая проблема с обеспечением насушенным хлебом Минска, где муки оставалось, как вы помните, всего на три дня. И вот спустя пару десятилетий свыше ста стран покупают белорусские продукты. Экспортная выручка в этом году достигнет рекордных показателей – более 20 миллиардов рублей. Как бы ни душили отечественных производителей санкциями, мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которые сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран мира. Беларусь пришла на рынок Китая. Не просто пришла, но успешно конкурирует с Новой Зеландией, признанным лидером в молочном мире. Я говорю о Китае, потому что зайти на китайский рынок даже дружественным странам – большая проблема. А мы в свое время раскрылись – приходите, творите, что хотите. И мое требование, как минимум к трем нашим правительствам последним, не совсем возымели действие. Мы наконец-то поняли, что надо защищать свое, своих производителей, потребителей, свой рынок. Нам действительно есть что предложить. Производим более 1800 наименований молочной продукции. 1800. Производим сыры, ничем не уступающие по вкусовым характеристикам и качеству известным мировым брендам. Ряды организаций республики достигли результатов мирового уровня по производству молока. Можно привести в пример предприятия «Молодого агро» Ивановского района, где годовая продуктивность коров молочного стада составляет более 12 тысяч килограмм. И эта цифра продолжает увеличиваться. Лучший результат животноводства и традиционно демонстрирует сельсход с организаций Гродненского, Несвежского, Держинского, Смолевического, Берестовицкого и Ивановского районов. Производим более тысячи наименований мясной продукции. География экспорта этой продукции более 30 государств мира. Сегодня белорусы узнают не только по знаменитому трактору МТЗ автомобилю «БелАЗ», но и по таким маркам, как «Савушкин продукт» или «Бабушкина крынка». Все, кто ценят натуральную безопасность и вкус продукта, выбирают белорусских производителей. Даже как меня информируют в результате мониторинга сегодня, побывав у нас западные продвинутые граждане коллективного Запада, уезжают отсюда с огромными мешками. Они затариваются всем, что есть на нашем рынке, но прежде всего продовольствием. Внедряя современные технологии, мы сумели сохранить наши традиции. И то, что сегодня мы можем предложить товар для самого взыскательного гурмана и для людей, нуждающихся в специальном и лечебном питании, тоже является нашим большим достижением. Я всегда вас призываю к тому – питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, может, и старшего, стали ахать и охать. Ах, Макдональдс уходит. Я думаю, слава тебе, Господи, что хоть уходит. Но только место Макдональдса, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Роман Александрович, белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот Макдональдс, если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что? Булочку пополам не могут разрезать. И впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. Господи, кто это потребляет, не знаю. Уровень самообеспечения Беларуси по основным видам продовольственных товаров превышает 100%. Все они высочайшего качества и доступны по цене. И это, прежде всего, результат вашего труда, уважаемые работники, дорогие крестьяне.